В этом году мы в очередной раз проводим мероприятие, которое называется «Диктант Победы». Это викторина, это диктант, посвященный знаниям истории Великой Отечественной войны. Я с большим удовольствием принимаю участие в данном мероприятии, считая его не только значимым и важным, считая его очень полезным для молодого поколения. Мы знаем нашу историю Великой Отечественной войны, знаем события, мы гордимся этими событиями, гордимся нашими героями, которые прошли Великую Отечественную войну, гордимся теми, кто жив, поздравляем ежегодно. И в преддверии 9 мая в этом году проводится масштабная акция. Проверить свои знания в истории самой кровопролитной войны всех времен и народов пришли более 200 жителей города. Среди участников глава города Сергей Дорофеев, председатель Совета депутатов Роман Текунов, депутаты местного отделения партии «Единая Россия», работники предприятий и организаций, школьники и люди старшего поколения, которые собственными глазами видели эту войну. Поскольку я переживала блокаду в Ленинграде, чудом выжила и живу до сих пор еще долго, поэтому я рассказываю всем про эти ужасы войны, чтобы не было войны, чтобы люди знали молодые, что война – это страшное зло, что нужно беречь мир. Как вы считаете, вот такие мероприятия нужны нашей молодежи? Конечно нужны, чтобы они знали, что война – это страшное зло, что они могут лишиться родителей, кровь над головой, вообще всего, даже жизни. Поэтому это страшное зло войны, чтобы берегли мир. Цель масштабного проекта – привлечь молодежь к изучению истории Великой Отечественной войны, повысить патриотическое воспитание подрастающего поколения и на личном примере показать то, что историю нельзя переписывать и забывать. Я пришел сюда, потому что я хочу проверить свои знания, как я знаю историю своей родины. Нет, я спонтанно пришел сюда, решил вот так. Со мной пришли мои одноклассники и учителя. Каждый из нас обязан помнить, что сделала нашу победу Великой. Тогда обесценить ее будет невозможно. Диктант победы, знаю, что уже проходит в третий раз, но я впервые участвую в этой акции. Знаю, что это не диктант, это тесты. Всегда хотела, но не получалось. Сегодня нашла время для того, чтобы принять участие. Данное мероприятие очень важное, потому что дает не только нам, взрослому поколению, вспомнить все свои знания в истории нашей страны, но и дает возможность нашему будущему поколению узнать историю, лучше узнать нашу историю, не дать возможности им преподнести в искаженном виде историю. Конечно, через такие мероприятия дети получают стойкие знания и понимают суть той войны, которая была в все страшные годы. Задание теста необходимо было выполнить за 45 минут. С собой ничего, кроме ручки и паспорта. Надежда только на себя, память и приобретенные знания. Специально к диктанту не готовился. Все-таки школа, знания, те знания, которые дала мне советская школа, отложились у меня. И сегодня на практике я уверен, процентов 90 ответов, я просто в них уверен и знаю, что я ответил правильно. Но остальное уже сейчас покажет проверка, скажем так, тех ответов, которые были. И рекомендую всем, и старшему поколению, и младшему, и молодому участвовать в таких диктантах, потому что действительно это проверка знаний. И как я уже неоднократно говорил о том, что преемственность поколений должна быть. Мы должны знать свою историю, мы должны учить их этой истории своих детей. Часть вопросов диктанта победы была посвящена первому году Великой Отечественной войны и юбилею великих советских полководцев. Участники отвечали на 25 вопросов. Впечатление, действительно, вспоминаешь, как в школе, где-то на экзамене. Немножко волновались, к сожалению, не на все вопросы ответил. Но надеюсь, что твердая четверка. Не мог вспомнить, кто первый летчик совершил таран. Сейчас обязательно посмотрю в интернете, там такой возможности не было. А так впечатляюще положительно, очень хорошая акция, надо в ней участвовать. Как всегда, волонтеры обеспечивали процедуру написания теста, занимались организацией встречи участников и почетных гостей, сопровождали ветеранов. Наша задача как волонтеров – это зарегистрировать участников и дать им информационные листы и бланки ответа. И отправить в кабинет, где они будут писать диктант. Как ты считаешь, такие мероприятия вообще нужны для животных? Я считаю, эти мероприятия нужны для каждого человека. И вообще-то каждый должен писать, потому что все должны знать историю. Тем более, такую важную часть истории, как война. После мероприятий каждый, придя домой, захочет себя перепроверить и восполнить пробелы в знаниях. А на следующий год будет более ответственно к этому относиться. Продолжение следует...